вернулись мы 5 венеции конечно здесь вот самое одно из самых красивых мест в риме вот мне так кажется что такая церковь знаете там церковь там какие-то такие руины более-менее при памяти там от церковь ушка там жил по-моему садине в этом доме вот там чайка села на голову смотрите мужчине на коне ну очень красиво то есть так сказать атмосферно как-то торжественно помпезно величественно как-то так вот очень масштабно это все не просто как-то так и шо тантан де треви мы смотрите лежит мужчина обняв голову льва обняв запасть льва и смотрит вдаль вообще лев с крылами это мифелометическое древнеримское животное там тоже какие-то женщины по лениться подле мужика и чайка на голову залезла ему а там конница смотрите выглядывает упряжка коней вот здесь что-то делают два мужчин взяли за руки до третьего берутся а там мужчина на коне типа богдана хмельницкого очень красиво и такие скульптуры видите усеянут вокруг надо было почитать конечно в википедии что вам что-то раскрыть тоже тигр с крыльями изображен и очень много чаяк мне нравится в этом городе вот летают чайки как-то это создает атмосферу именно романтики какой-то вот переносится сквозь века сквозь века это стоит охрана security охраняют пьяцу венеции чтоб ее не вкрали смотрите ангелочки такие с крыльями очень интересное здание просто величественное вот оно насколько такое знаете как бы неприступное такое впечатление что он живет фараон то есть очень высоко это дом по моему жил места муссолини или вот в этом или вот в этом я могу запутаться я уже показывал как-то это здание но насколько красиво что не показать нельзя это же колизей не снял почему-то абсолютно не впечатляет руины а вот именно вот это очень очень красиво смотрите как красиво вот это такое животное которое смотрит на тебя вообще очень знаете такое вроде ты ничтожество по сравнению с этим там ангелочки такие возвышаются смотрите на пьедесталах флаг италии а там вечный огонь горится там в этих шуфлятках очень красиво конечно это не неописуемо небо какое смотрите такое впечатление что здесь снимали эльвировна свидетельность тьмы такое такое впечатление что это неправда неужели вот этому много лет вот этим скульптурам вот этим всем оно все так надвисает вот эти вот смотрите церкви дома здания красиво симметричное такое здание симметричное очень симметричное везде знаете как говорится каждой твари по паре там столб там столб там такой столб там тоже такой же столб вот эти все но не все разные вот эти вот скульптуры все разные и там вот вдоль этого царя тоже вот эти вот разные такие как панорама очень красиво ничего не скажешь красиво и девственно обалденно одежда в муссолини вот в этом доме да а вот я же говорю что где-то в этом доме жил муссолини на втором этаже квартира была у него боже смотрите коля сфотографировал юлю смотри и вот две то не это пацаны шли это размыли на шоу это одеты так а как пацаны с одной ногой чешу она до кроссовок ты что не видишь я не знаю но юля значит игра света и не более вон те пацаны пошел один не те где еще одну вот ну вот смотри никого не вот эту я делала никого не было вот и тут юля оборачивается вот они идут так нету ой вот уже брехуны засрать идите вы знаете куда красиво конечно не маша делать вы смотрите какие какие скульптуры просто тигры люди с мечами вперед на войну месяц светит смотри вот сюда мужчина корчится возле фонтана очень красиво конечно зеленый газон трава роза вот это здание насколько оно знаешь вот такое впечатление что там живет фараон вот знаешь вот там ты как никто ты букашка вот он вон выйдет оттуда знаешь станет и что-то будет провозглашать понимаешь это толпа народа который его слушает вот а шо там находится правительство депутаты финак шо это музей аааа музей так давайте сходим ну заплатим деньги сходим а за шо бесплатно ну давайте сходим бесплатно здесь бесплатно вся история Рима тут это же интересно посмотреть вот снять видео показать ну это вообще шикарно пусть и там меньше людей посмотрят но это это шо то новое аонки лошади а ты шо какие колесницы они как будто несутся да не нравится да да пьянца венеция конечно это одно из лучших мест Рима вот это вот это жил муссолини Юля Юля в этом доме муссолини жил в этом? вот в этом в красном да 58 квартир 58 квартир да улица планетная и чайки летают знаешь высоко высоко ага на головы садятся на колеснице срут понимаешь как букашка да перед этим зданием ты как никто просто а представь если это колесница свалится только если колесница свалится прям на голову ты даже снять не можешь видео аж туда надо вообще вот это вот конечно пиршество я называю архитектуры просто пиршество не просто как-то это пиршество потому что тут все вылеплено нет перебора знаешь когда сильно здание вот лепнины очень много а здесь какие-то акценты такие потрясающие стоят и все женские трусы смотрите тоже какая какое величие вот это здание пирса венеция и вот с этой стороны мы поднимаемся такая колоннада изображение мужчин с конем время надо много ходить ребята много ну провести времени чтоб что-то посмотреть потому что так ты его не охватишь то какую-то часть мизерную очень большой город интересный насыщенный смотрите голый мужчина с коню ой ацетюрка вообще сейчас такое все побольше ну правда того вообще ничего нас не придумал это гербы какие-то смотрите какая красивая ой вообще аж дух захватывает что это интересно момент карабинер нир музеев капиталини музей вот музей андаке люстры огромные как красиво здесь понимал бы кто это бронзовый или медный всадник наверное юрий цезарь а ну кто нет это павлу с 3 и какая красота тут дева знаете возлагают пальчиком кого-то манит а тут мужчина что-то он держит какие-то чековые лдык в руках какой-то здоровый ну что-то смотрите у него такое или это рог изобилия по-моему да ой смотрите какая скульптура интересная у него рог изобилия в нем там ананасы фрукты в общем все свисает он этот рог а рог видите вот такой длинный вот он аж сюда как хвост змеи вот он это рог изобилия те пальцы у него красивые а маленькие мальчики привезли барашку и подложили под него наблокотился на барана то есть насколько он себя чувствует в этой жизни так уверенно пальцы такие вальяжные очень держит этот рог изобилия и не знает уже что ему есть смотрите какая старая скульптура я не знаю какой то год может 1700 800 какой-то я думаю не больше пальцы очень выразительные ногти видите а кутикулы не обрезание видите там вот эти места вот где ногти вот такие сверху кутикула называется она не обрезана а мальчика же в голову барану засунул руку изверх изверх а по лицу видно что он как знаете как будто изверх такой римский знаете как чокну все тебе вроде как ничего еще а тот как изверх малолетний очень жалко этого барашку на которого облокотился вот этот сударь а это вот я не знаю символ чего такой-то шар держит витимнестра можно а тут значит а це ще лучше цей тоже с рогом изобилия я думал це женщина це мужчина с накачанной грудью попок голый шо характерно ниже нема в руках у него какой-то то ли клин то ли шо и рог изобилия он держит и облокачивается он такое мифическое существо типа египетского свинца ну что-то другое нечто ну потому что древняя Греция древний Рим очень связан римляне очень завидовали грекам потому что римляне были варвары кровожадные завоеватели а греки были культурные интеллигентные театр искусство с хилса фокалы репит аристофан там ой ну то и масса этих масса писателей все а рим славился именно гладиаторскими боями своим колизеем хлебом зрелищ и своими своим войском в Греции не было такого войска конечно ты видела там что лежит мужик облокотился на баранчика которого младенцы колизей смотри вид на колизей а этот вообще смотри рог изобилия тоже в руках у него находится под рукой типа мифическое какое-то существо типа сфинкса ну понимаешь заимствована культура у римлян от греков что древняя греция древний рим они очень завидовали римляне грекам римляне были завоеватели и ничего больше а греки были очень культурные интеллигентные у них была и медицина и искусство развивалось очень хорошо и они завидовали завистники римские сидят в машине вот она вот она вавилонская волчица иди сюда Юля скорее скорее сосуд сосуд у нее два мальчика голых сосуд у этой называется это капиталистская волчица она выкормила Рома и Рома но я вам скажу что я что-то в это очень даже не верю что какая-то волчица выкормила вот этих вот детей какой-то бред что это волчица кормила как они разговаривать научились кто это что это как они выскочили потом в люди вышли что волчица кормила этих детей где это известно мне кажется это не правда абсолютно это миф это миф что прям волчица она не волчица она как какая-то свиня с зубами как полукорова полу полу какая-то свинья ну и то и все а здесь открывается вид на колизей вот туда есть спуск вниз смотрите какие красивые извояния вот смотрите к этому прикоснуться сколько оно тут ну я думаю что это немножко современно вот это вот это не такое старое как допустим колизей колизей один из старых а вот за колизей руины там они вообще 70-ый год нашей эры то есть после Рождества Христова что вы стоите и где до вас капиталистка волчица сейчас будете ее сосать выкормлю еще нового полководца очень красиво вот такие виды которых никто не знает очень красиво смотрите открываются церковь все а вот колизей да где колизей колизей не видно а его не видно а там что музыку играет это ж мы вот это вот руины 70-ый вот наша эра сидят 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 дитой капиталистской волчицы Юля сидят дитой капиталистской волчицы ну не может быть что какого-то двух мужиков они основали Рим что значит основали что они там дом построили и что где они взяли деньги на все это какой-то бред капиталистская волчица низ да большой плюс Рима то что в нем есть вот такая бесплатная вода пей и не хочу хоть залейся и она вся очень вкусная кстати римляне славились своими вот этими акведуками которые они строили пальцем закрывай аквамарсия это по-моему а не это вода закрываешь оттуда писюнчик дайте я дай я это ни с каких гор это не течет это есть источники в Риме которых еще до нашей эры сделали акведуки поступало чтобы чистая вода очень чистая вода сюда идет и гор вон вон самолет идет на посадку фьюмичина это он в ту сторону летит 5 минут и он сядет ой как красиво смотрите смотрите вот это красиво когда сверху над этим возносишься и ты прям на почти на уровне высоты этих колонн очень красиво когда ты не снизу смотришь а смотришь как вот над ними очень красиво и величественно это смотрится вот потрясающий вид еще не умерла Украина ой зашумелись ой смотрите что тут творится в этих музеях я сейчас руку засуну вдруг я сюда не вернусь потому что вы увидели Такие усыпальницы Типа женщина с мужчиной Наверное муж с женой Захороненная у молодого человека У первого отбитые половые органы Ваза какая-то старая Обогреватель И какой-то и япон стоит И обогреватель современный Холодно, значит не топит Такие в общем скульптуры В музее Вдруг мы сюда не попадем Мне хотелось бы, чтобы вы заглянули Хоть краем глаза туда В окошке Тут шторами закрыли Не заглядывали Закрыто Где ты говорила, Юля? Потолок красивый, да Там все в картинах Расписанный Типа как в лувре В Версале Очень красивый потолок Да А что в тех окнах? Там наверное Типа офиса, да? Потому что он телевизор я вижу Ну да Хотя это музей Там тоже видишь на стенах Прийти и пойти дальше А вот что написано Это реклама просто А что такое спор Вот это Спор Это латынское Ну что-то я такого латынского не понимаю Я оборвал Я оборвал А? Оборвал? Оборвал? Это глав рыба Надо наперед Из собачьего сердца До шариков Оборвал, оборвал Это глав рыба Даже надо Наперед Это он итальянцы Бачьи-то сидят Вот такие Это типичный итальянец Как кентавр А кентавр стоит в аэропорту У меня тесно Ему не тесно Интересно С комфортом Ага Без тебя все чужие Господи Все красиво Ой, Господи Я что-то не упал на девочку Юля, а что это скотовозка? Чуть на девочку не упал А вот эти вещи И все доехали Дай я стану куда-то Я не могу держаться Что-что? А что это овечка? О, ты мне свет включил И чтобы было снимать лучше Юля, он тебя обдивился С ног до головы Я заснял это на вечер Я сейчас покажу, где рынок Где? Я сейчас опять на девочку упаду Ты можешь держать? Да я могу Где? Вот Воскресенье утром Это цыганы торгуют? Нет А кто? Антиквариат Антиквариат? Тормози Воскресенье утром Перекрывают У ту ту улицу Сейчас я покажу Вот здесь топор зеленый А, и выносят типа блошиный рынок А что там мебель есть? Да? Оно дорого у них? Разно Как торгуешь? Ты ходил? Ты ходил? Ты ходил? Конечно Какие красивые десерты Смотрите Это как будто бы, знаешь Это, знаешь, как его называется Цветок синий Красивые Преего кода давай Красиво Такая выпечка Смотри Такое заведение Будем капучино Керток Давай Конфеты такие Каждая вишенка сверху нарисована А там котену пошли глянем Такие совоярди Видишь, печенечки совоярди Очень красивые Да Красивые Красивые Смотрите, у них такой терминал И тут есть все, что угодно Вот это Поле в горле Вот На стрепсе все Ага Кидаешь деньги И все, 139 евро? А, 14 А это что такое, не пойму? Зачем они тут продаются? Зачем они тут продаются? Фу, господи, зачем это здесь надо? Смотри, маленький дьявол написано Little Devil А что это значит? Little Devil, маленький дьявол Какой-то бред Кто это покупает ночью? А ты сейчас в секшопе был? Был во Франции Молин Руша был во Франции Ну к чему это? Ну ладно, это секшоп А это к чему на улице? Очень много макулатуры Вот если б наши люди, которые собирают макулатуры Сюда пришли, не озолотились бы просто Сколько сложено уже стоит макулатуры Бери, не хочу Куча Идет бумага по всем магазинам Смотрите, сколько макулатуры Тебе печень болит уже? Мы съели такое тирамису вкусное Ой, вообще Нет, все уже прошло Смотрите, сколько бумаги Упаковано, стоит Забирай и сдавай Смотрите